Добрый день дорогие друзья, мы очень рады вас видеть здесь, сегодня наконец-то не в онлайн формате, а вот так вот вживую, но и наших зрителей в онлайне мы тоже очень рады приветствовать. С вами Школа профессионалов «Как стать», очередная наша встреча. Сегодня наша встреча имеет такой необычный формат, поскольку обычно к нам приходят люди творческих профессий, это актеры, это режиссеры, периодов и так далее. А сегодня у нас представитель очень серьезной и такой непростой профессии. У нас есть так сотрудник полиции, старший инспектор отделения по делам несовершеннолетних УМВД России по Приморскому району города Санкт-Петербурга, капитан полиции Орлова Екатерина Павловна. Екатерина Павловна, как же так получилось, что вы, будучи такой нежной и крупкотидой девушкой, стали работать в полиции? Конечно, когда я заканчивала обучение в институте, я даже не предполагала возможности того, что я буду проходить службу в полиции. Получила педагогическое образование и работала воспитательным детским домом. И, значит, ну, работала, мне нравилась моя работа, в общем-то, профильная, это дети. И однажды, в какой-то там перерыв, воспитанница, коллега моя, подходит и говорит, как тебе столько энергии, чего ты с нами сидишь тут. Ну, идея куда-то дальше. Ну, я ей говорю, мне нравится все. Иди в отделку левого совершеннолетних работать в полицию. Я так на нее еще посмотрела, удивилась, думаю, у меня нет там знакомых, как я туда устроюсь, кто меня туда возьмет. Она говорит, сходи по полу. Вот. И как-то в один из обиденных перерывов на этой работе я зашла в управление Министерства внутренно-отделок и промышленного района наилучшего 18-го. Приделась в отдел кадров, спросила, ну, не требуются ли вам сотрудники в отделку левого совершеннолетних. И меня направили к начальнику отделения поделок и свершеннолетних. Я пришла. Вот, кто меня так меняет и Василий. А для того, чтобы иметь, получается, такую профессию проговорка, у вас такое образование уже включено? Если говорить о моем подразделении, то требуется там либо высшее образование, у меня будет педагогическое высшее, вот, либо профессиональное. Вот. Например, в отдел дознания следствия там только высшее юридическое. Это необходимо. Чтобы стать там сотрудником, может быть, научным и колодным розыском, можно тоже то ли высшее, то ли среднее профессиональное. А какие у вас обязанности, вот, конкретно сейчас чем занимаетесь каждый день, вот, приходя на работу, с чего начинается, может быть, ваш деятельность? Ну, начинается, как и во многих организациях, может быть, совещание, конечно. Ну, а дальше, если по профилю непосредственно моей деятельности, то, конечно, в первую очередь мы занимаемся профилактикой. Профилактикой права нарушения и выступления среди совершеннолетних. Вот. Также это, например, профилактические мероприятия по взаимодействию с образовательными учреждениями, да, на закрепленной территории, да, то есть, может быть, техниками, колледжи, школы. Там проводим правовую программу, например, да, работу ведем с лицами непосредственно состоящими уже на учете отделения по делам несовершеннолетних. Это как пресеянные есть, есть несовершеннолетние. Конечно, ведение служебной документации занимается тоже большое количество времени. Ну, так, если в общих чертах, то подопечные, которые у вас на учете стоят, выходят домой, получается, в семье. Ну, бывает, что ходят. То есть, работа строится не один день, конечно, на протяжении определенного, да, количества времени. И это бывает как посещение на даму, да, с определенными целями, например, с целью обследования жилищно-ботовых условий проживания либо подростка, либо семьи. Также приглашается подросток непосредственно в отдел полиции, да, ну, например, ко мне в кабинет, где я с ним непосредственно провожу профилактическую силу. Ну, бывают такие проблемы взаимодействия. А вот мероприятия, вы говорите, в школах, да, в учреждениях, они никакой форматные, но какие-то лекции или какие-то… Как это происходит? По-разному. Каждая школа, ну, специфична, например, по контингенту, может быть по существующим трудностям, да, поэтому бывает, что это профилактический совет. Есть такая форма, ну, в образовательных организациях, куда приглашаются там у классовых водителей и родители, ну, некоторые ученики, которые требуют особого внимания. И я, как представитель отделения предварительных совершенно летних, тоже приглашаю сюда. Бывают, да, лекции, когда детишек, например, разных возрастов, ну, например, старшие классы, собирают в актовом зале и определенная тематика нашей беседы, да, то есть, ну, так как у нас учебных месяцев много, соответственно, ну, подразделяются тематические, да, лекции на месяца. Вот, и также поможем вот в формате. Можно вас слушать? Мне обычно дают микрофон, конечно, потому что их много. Ну, актовые залы в школу большие, и они сгибаются полностью. Мне дают микрофон, и с каждым классом есть учитель сидит. Поэтому, если даже становится шумно, в общем, дисциплина вообще старается соблюдать. Но они воспринимают эти все темы всерьез, или обычно это как баловство в школах обычно происходит? Я не могу сказать всерьез, нет. Они слушают. Слушают это правда. Бывает обратная связь. То есть, я всегда оставляю время для вопросов, которые у них возникают. Потому что, может быть, мой язык, да, о чем я говорю, а я говорю о профилактике преступлений и правового решения, я им разъясняю сущность административной, уголовной ответственности. Конечно, может, и непонятно, да, что-то. Поэтому я всегда даю возможность что-то, ну, конкретизировать, что, может быть, задают всегда. Вот. Может быть, не очень много, но так, чтобы мне сказали, нет вопросов, а такого нет. Бывает даже так, что, когда мероприятие основное заканчивается, да, то есть все расходятся, детишки очень устраиваются, чтобы что-то спросить лично. И, честно говоря, очень много вопросов. А как стать так же, как вы работаете? Девочке? В основном девочке, конечно. Ну, видимо, потому что я представитель женского пола, им интересно, как я здесь оказалась. То есть, ну, они это спрашивают в индивидуальном порядке, но бывают и более личные вопросы, конечно. А вы работаете уже какое количество? Долго это я получила, извините? Восемь лет. Восемь лет. А как вы менялись ваши деятельности от того, как в первый год, да, потому что ваши обязанности или менялись, или нет? Что касаемо обязанностей, наверное, вряд ли, потому что все-таки наша работа, она строго регламентирована приказами, нормативными документами, да, и мы всегда следуем в этих законах. Вот. А менялась профессиональность, потому что когда я только начала работать, ну, первые три месяца это была стажировка, и я, ну, конечно, ничего не думала, ничего не понимала. В основном работала с документацией, ну, смотрела, изучала, как, что это. Но вот в этом смысле есть плюс, потому что у нас на службе для взрослых принятых есть такая история как останущество. То есть запрещаем за сотрудником, который уже проработал определенное количество времени, и он, в общем-то, помогает освоить. Потом, конечно, проходила первоначальную профессиональную подготовку, где была учеба на протяжении четырех месяцев. После вот этого как раз стало, наверное, все более ясеннее, как бы, что было. И, ну, у нас такая система вроде вот закрыта, но руководители никогда не оказываются помогать. То есть если мне что-то непонятно или что-то хочу прояснить, особенно вот в самом начале официального остановления никто никогда не скажет. Разбирайся с ним. Всегда помогут, всегда открытуют. Поэтому менялась вот именно профессионализма. Сегодня уже мне звонят, тот, кто, например, что-то не знает, и со мной советуется. То есть вы тоже наставлены у кого-то на данный момент? Официально нет, но, в общем-то, как более опытный сотрудник всегда рада помочь тем, кто начинает. А что касается людей, вот эти семьи, да, куда вы приходите к кому-то, приходите домой, да, кого-то вызывайте себе. Люди, они за восемь лет изменились. Положение семей, вот, в данный момент их жизни, дети. Вы имеете в виду, если именно на протяжении 8 лет я их вижу, то наша работа заключается как? То есть если это несовершеннолетние, да, когда он вырастает, становится совершеннолетним, а наша работа с ним непосредственно, ну, маняка, инспектор, у него несовершеннолетний, прекращается. Вот, если он требует дальше внимания со стороны органов внутренних дел, то мы этим уже будем заниматься участковыми. в общем, этапах это живут. А если сравнить, в принципе, вот семьи, то есть вы тогда, там, в 2000 году, в 2011 году, и ныне, в 2020 году, их, как сказать, положение, вот, в обществе дети, насколько они менялись со временем, если сравнить, вот эти годы. Ну, например, что касаемо подростковой среды, это лично военную неделю, да, то есть, так как я сама живу в Приморском районе, да, я сейчас бываю на улице, хожу на работу по Приморскому району, собственно, по территории адморативного обслуживания. Вот, восемь лет назад мне казалось, что подростков на улице больше. Я их больше видела, то есть, ну, какими-то, может быть, компаниями, да, там, или два-три человека небольшими, да, компаниями. Ну, вот, постоянно они попадали в поле зрения. Сейчас, честно говоря, они, конечно, тоже есть, но вот мое личное наблюдение, оно у меня так число вот снизилось. То есть, мне кажется, подростки, не то, что они перестали общаться и встречаться, изменился формат их общения, вот. Пришествия в гаджетах, возможно. Может быть, да, может где-то в каких-то других помещениях, может быть, они уезжают там в центр. Но вот именно в Приморском районе я вот для себя такую тенденцию отметила, что их на улице, действительно, вот так, встретить компаний, сидящих там на детской площадке, общающихся. Это, правда, с того или иного. А скажите, такой вопрос мы задаем вообще обычно всем гостям. Если бы сложилась жизнь так, чтобы вы не попали бы в полицию, то кем бы вы сейчас были? Это вопрос мне ответить, точнее, предать из реальных своих возможностей или кем бы мне вообще хотелось быть. А давайте пофантазировать. Ну, если исходить из реальных перспектив, я думаю, что это все равно была бы профессия, связанная с детьми и подростками. Я бы осталась в педагогической деятельности. Может быть, она менялась бы со временем, но, тем не менее, думаю, что это было так. Может быть, преподаватели, может быть, осталось воспитателем, может быть, не знаю. В общем, социальная работа вас приметает? Скорее, работа с детьми. Скорее, работа с детьми. Здесь не столько важный аспект социальный. Это, например, это дома детского творчества, занимаются, но я тоже очень люблю. А если бы помечтать? Слушайте, если бы помечтать, ну, я где-то, наверное, лет в 30 поняла, что я бы не отказалась быть врачом. Ну, почему-то эта профессия, она очень уважаемая. Но, в общем, взвесився за иконтики, я поняла, что в 30 лет идти и учиться. Наверное, поздно. А как к вашей нынешней профессии относится к детям? Я знаю, что ваша мама присутствует сейчас. Какое отношение к детям? Потому что профессия достаточно серьезная, может быть, даже не знаю, не опасная? Ну, конечно, так лучше спросить непосредственно. Но мое ощущение, как мне кажется, ну, не знаю, если, например, у меня есть фотографии там в форме, да, ну, мне кажется, мама и не гордится. Я более так, как-то снисходительно к этому отношусь уже как в профессии. Вот. Мне хочется верить, что это вызывает трудности, да, в чем я занимаюсь. По поводу опасности, я придерживаюсь такой позиции, чтобы мои родственники поменьше переживали, нервничали, берегли себя. И стараюсь мне посвящать какие-то истории, где, может быть, есть какая-то опасность. То есть работа у вас остается на работе? Вы не уносите это ничего? Как сказать? Внутренняя всегда она со мной, конечно. Конечно. Вот. Что касаемо... Семью нет, семью не приношу. Семью не приношу и стараюсь семью скорее обманить. А что самое сложное, пожалуйста? Самое сложное? Знаете, пожалуй, самое сложное то, что сотрудник полиции, он сотрудник полиции 24 часа в сутки. А ответственность, которая есть, в общем-то... Ну, она не самая. То есть, я в первую очередь, что бы я ни делала, да, управление транспортным средством или посещение каких-то мероприятий, то есть, я в первую очередь, сотрудник полиции. И лицо, да, он был в интернете. И я всегда об этом помню, когда чем-то занимаюсь, где-то, может быть, отдыхаю. То есть, даже если я в свой выходной иду, правильно, я вижу, что человеку у нас нужна помощь, и он не имеет права пройти. Ну, до какого-то, все равно, как культуры, мы тоже, сказалось бы, отдыхаем где-то на интернер-приятиях, но все равно смотрим. И здесь, вот, я бы сделала, конечно, по-другому, а здесь, примерно, по-другому что-то поставила. И так, наверное, у всех подвесить. Вот, когда приходят, да, люди говорят, что они не могут свое дело, то есть, не для себя ни в выходной день, ни в отдых. Ну, возможно, это и неплохо. Скажите, а какими качествами, вы считаете, должен обладать человек вашей профессией? Особенно. Я всегда надеюсь, вам почему-то ставится стрессоустойчивость. Скорее всего, это в основном. Но для меня очень важная и качественная профессия такой как ведительность. Всегда нужно быть ведительным, да, сохранять, в общем-то, ясный уровень. Как-то уметь видеть ситуацию наперед немножко, да, что может случиться. То есть, это правда важно. Что еще? На возле это эмпатия. Эмпатия в такой профессии очень важна, потому что профессия относится в категории помогающих. И без любви к людям, без сочувствия к ним, без понимания и переживаний, думаю, что много сложных. Ну, пожалуй, да. Это такие вот для меня самые важные. А тем, кто... Вот, пожалуйста, да, вы работаете с подростками. Если в комнат ходит человек, вот вы говорите на лекции, еще в тебе договорит, кричу, пойти в полицию. Все, мечтаю, не могу, закончу школу, пойду в полицию работать. Какой совет могли бы мне дать, может быть, нашим зрителям, на которых смотрят несовершеннолетние, и человеку, который хочет пойти в полицию. Что нужно знать, показать, чем помнить? Ну, знаете, там все не научат. Я бы, наверное, им посоветовала не отступать, если они столкнутся с трудностями, а с ними столкнутся. Это правда. Профессия не простая, и трудности возникают. Я понимаю, что любая профессия, конечно, не с трудностями, да, но я там не работала, поэтому могу сказать, что это за свою. Я бы посоветовала не отступать при первой возникшей, там, может быть, какой-то трудности, неудаче. Ну, в общем, исследовать свои виды, я не знаю, если мечтали, если цели, цели свои исследований. Скажите, насколько вот наш проект является и антимаркетическим, мы должны задать вопрос о ладо-польске. Как часто в вашей работе вы ставьте в эти сети? Я знаю, наверное, как отвечу не так часто, а что даже единичный случай – это трагедия. Это правда. Это трагедия, даже если это будет единичный случай, который у нас есть. Мы с ними работаем, да, но здесь хорошо, да, а здесь еще один аспект нашей профессии, что мы ведем свою патологическую работу во взаимодействии с субъектами системы профилактики. И как раз, что касаемо вот этой категории, да, подростков, здесь слезаны мимо просто такие системы профилактики, как отдел здравоохранения, ну, может быть, поликлиники, да, и диспансеры. Да. Куда наши предприятишек также приглашают на, ну, собственно, врач, где проводят уже непосредственно лекции с ними и консультации, вот, и ведет работу в этом направлении. Потому что вы, как сотрудники органов внутренних дел, да, в общем-то, в большей части занимаются выявлением, пресечением правонарушения, преступления по линиям незаконного оборота наркотиков. В то время как именно непосредственно здоровьем человека тоже нужно кто-то взносить более подростка. Поэтому здесь нам помогают все эти организации. А родители, как часто они против вашего внушательства? Сейчас конкретизирую немножко родители и подростков, которые разрешают право нарушение преступления. Сейчас так замедлилось, пытаюсь, потому что вспомнить. Честно говоря, ну, пожалуй, что нет. Может быть, было, но это как редко, что даже не будет. Слежит работа в расстреле еще будет помогать. Почему? Потому что подросток уже совершил что-то какое-то общественное здесь. Тут, понимаете, тут важно, как ты обращаешься с этим подростком в присутствии родителей. Потому что со всеми подростками мы ведем беседы только в присутствии законного представителя всего возраста. И, конечно, если обвинять подростка, держать на него какие-то нервники постоянно, ну, я думаю, любой родитель встанет на защиту ребенка, чтобы он не совершил. Вот. Поэтому здесь нужен такой подход, да, чтобы транслировать то, что мы помогаем. Не оцениваемых поступок, да, что ты плохо сделал. Можно было столько 20 раз сказать подростку, ты плохо поступил. А что изменится? Потому что я просто озвучу ему свое мнение. То есть тут работа идет как раз на, ну, такая индивидуальная профилактическая, она так у нас называется, что каждому подростку находится, ну, какой-то свой подход. И наша цель, наша цель, наше отделение, именно профилактика, чтобы подросток больше не совершил того, что он совершил. А, в общем-то, вешая на него какие-то нервники, ну, эта проблема не справит здесь. А было ли такое, что подросток вообще нет контакта? Ну, совершенно никак, и не мешаете с ними, нет контактов этих людей? Ну, бывают, знаете, такие бывают, я так называю, колючки, колючками, да. Конечно, они бывают, но здесь что важно? Я, как сотрудник отделения, как взрослый человек, должна не реагировать на вот эту колючесть, да, его, а понимать причины этой колючести и как выходить из этого положения, да. То есть с подростком можно поделиться тем, что, например, рассказать, что ты знаешь, когда я была в подростковом возрасте, мне было очень страшно общаться с незнакомыми взрослыми людьми. Поэтому я очень понимаю сейчас твои переживания, да. Когда человек работает? Так, конечно, расположить себе, то есть понять, почему он. То есть, опять же таки, не оценивать то, что он делает, да, а иметь какое-то понимание, почему он так поступает. Есть такие вот варианты, ну, это в моей такой деятельности. Если подросток приходит ко мне все-таки на беседу и все-таки он дошел, да, на отделение полиции, за этого можно похвалить и сказать, я понимаю, это не так просто прийти в отдел полиции, да, ну, в общем-то, это специфическая такая организация. И у меня много уважения к тебе за то, что ты пришел. А если говорить о подростках, которые совсем не идут на контакт, есть такая история, особенно, знаете, часто бывает, когда несовершеннолетних доставляют в отделы полиции, ну, за совершение, там, может быть, административного правонарушения, например. И наша такая первоочередная задача – проинформировать законных представителей о том, что их несовершеннолетний ребенок доставляет в органы внутренних дел, и, соответственно, пригласить их, потому что у нас есть три часа в суммешное. И тут вот про дне контакта, да. Бывают разные причины. Бывает, подросток давно не тратил какую-то связь с родителями, я имею в виду, может, эмоциональную, да. Бывает, что страшно позвонить родителям, и они до последнего молчат, называют неправильно свои данные, фамилии, имена, там, говорят, что нет телефонов родителей. То есть такое бывает. Это абсолютно не идет никак на контакт. Но, опять-таки, выход здесь в какой ситуации? Быть, в первую очередь, человеком. И честно рассказать этому ребенку, почему он здесь, и что такого закону, что без законного представителя мы не можем тебя просто выпустить на улицу. И рассказать о перспективах, что будет, если за ним не придет мама или папа. И, ну, быть. Не запугивая. Конечно, быть честным. Честно сказать, чем это все может закончиться. Поэтому... И предложить, например, есть такой вариант, когда ребенку самому страшится вообще. Ну, как бы. А кому-то, наоборот, легче самому сказать. То есть я говорю, давай телефону, например, маму, я позвоню. Нет, нет, я сам. Я сам скажу, а потом уже перенадет. Я тоже сама скачала. По-разному. Ну, а есть кто не может сказать, и сразу будет, нет, только мы сами. Сами скажу. Вот. И ситуация правда разная. А сказав все это, в числе плохие, да, отрицательные, сложные, сложные стороны вашей работы. Хочется спросить, любите ли вы свою работу, свое дело? Несмотря на то, что вы сейчас о чем говорили. Слово «люблю» такое. Ну, я люблю семью свою, а свою работу я уважаю и горжусь ей. Вот, наверное, я такие слова говорю. А какие, что вы знаете, самые приятные все равно ваши дети? Давайте немножко о приятном поговорим. Приятные. Слушайте, это вообще такой внутренний расстрой. Сравну, например, если вот кто-то любит играть какие-то, не знаю, игры, например, волейбол, не знаю, баскетбол, какие-то, кто-то в футбол играет. То есть затрачивается определенная энергия. Человек устает очень сильно от физической нагрузки. Но после игры, если он подрал любимый вид спорта, после окончания игры, знаете, он чувствует такую наполненность позитивную, несмотря на усталость. Вот про работу также. Когда случается, может быть, как-то ситуация разрешается, вот когда я чувствую эту наполненность, ну, это здорово. То есть помощь людям, когда они тебя благодарят, может быть, да. И все заканчивается хорошо. Или подросток, который чуть ли не стал на путь преступления и правонарушений, спустя какое-то время, вдруг, не знаю, начинает учиться и находит себе работу. Ну, конечно, это плюс к решению. И за это и держимся. А я вот такую немножко личную тему сейчас хочу идти. Допустим, я когда, не знаю, какой-то очень крутой мероприятие получается, я себя обязательно похвалю. Я, не знаю, покупаю себе шерлатку, например, так бы говоря. Есть ли у вас какая-то похвала для себя? Вот когда вы какое-то дело закрываете, да, с подростком. Как вы себя благодарите за это? Я вообще себя всегда благодарю, честно говоря, потому что пока ты не полюбишь себя и не будешь себя ценить, ты не сможешь полюбить никого и не сможешь не дарить это чувство, не транслировать его и не показывать. Поэтому каких-то таких особых моментов, связанных с работой, наверное, нет. Потому что если там с одним подростком что-то получилось очень благополучно, потому что там или семью, или вообще какая-то ситуация, да, разрешилась благополучно, то есть еще и другие, и о них голова всегда помнит. И все сразу ресурсы и силы уже тогда. Хочу вас поблагодарить за это дело, которым вы занимаетесь, и за то, что вы делаете для нас и для наших детей. Я думаю, что наши зрители присоединятся к благодарности. Спасибо большое за эту информацию, которую вы дали. Мы прощаемся на сегодня, но не навсегда. До новых встреч, дорогие зрители! До новых встреч! До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok